Беспричинное убийство любой живой души – один из самых отвратительных грехов, так сказано в Коране. Можно ли называть ИГИЛ исламским государством? Почему подавляющее большинство мусульман категорически отмежевались от него? Что такое дозволенный джихад? Об этом и многом другом шла речь за круглым столом, за которым собрались представители национальностей, проживающих в Чувашии и исповедующих ислам. Как отличить истинный ислам от терроризма? Как научить людей, в первую очередь молодежь, отделять зерна от плевел не только в жизни, но и в религии? В поисках ответов на эти вопросы заинтересованы в первую очередь мусульмане, которые становятся заложниками ситуации и едва происходит террористический акт. Между тем, как утверждают политологи и юристы, ИГИЛ никакого отношения к истинному исламу не имеет. Когда мы говорим «государство», то мы ставим на один ряд эту криминальную организацию с государствами. А такого быть не должно. И во-вторых, происходит нагнетание истиннофобии в обществе, растет неприязнь к исламу. Создать очаг напряженности, внести дестабилизацию, напугать – цель террориста всякий раз одна и та же, и всякий раз они ее достигают. В случае ксенофобии конфессиональные неприязни не носят массовый характер, но их становится больше, как и проявление экстремизма. Только в Чуашии к октябрю прошлого года было зарегистрировано 10 таких правонарушений. В этом году уже 13. Но любой нормальный человек понимает, что бы ни говорили радикальные исламисты, Коран не допускает возможности убийства невинных и беззащитных. Когда человек не знает про ислам вообще, да, он смотрит, что исламское государство, называя себя исламским, со стороны человек думает, что все остальные мусульмане – они такие. На самом деле так. Человек не знает, кто такой мусульманин, он смотрит телевизор и думает, что все мусульмане – они такие. И эти люди, которые, называя себя исламским государством, прикрывая себя мусульманами, да, делают такие поступки, это Всевышний Аллах, конечно же, такие поступки не одобряет. Но самое страшное – лже-проповедникам все чаще удается достучаться до молодежи, посеять в них ростки бездумной жестокости и ненависти к миру, в котором они воспитывались. Экстремистский молох требует новых жертв, и он их получает. Поэтому свою задачу все участники «Круглого стола» видят в том, чтобы быть внимательными к подрастающему поколению и воспитывать его в традициях истинного ислама. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.